Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, период попраства Святого Богоявления, и в этот день Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Соборного Послания Святого Апостола Иакова, глава 2, первые 13 стихов данной главы. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа Славы, невзирая на лица, ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, «Возживи ближнего твоего, как самого себя», хорошо делайте, но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы, ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня в период попратства святого праздника Бога-явления Церковь обращает наш взор на соборное послание святого апостола Иакова. Заметьте, как чередуются в книге апостол в эти праздничные дни чтения из различных отрывков, из различных книг, самобытных по своему духу, по своей аудитории, по своему языку. Мы буквально читали с вами послание к Коринфянам за эти несколько дней, и читали книгу «Деяний святых апостолов». И вот обращаем свое внимание и взор на соборное послание апостола Иакова. Сегодня апостол Иаков говорит о различных традициях, существовавших на богослужении. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа, славы, невзирая на лица». Итак, апостол Иаков во многом очень традиционен, как иудей в прошлом, как человек ветхозаветной культуры в плане именно священного писания, он говорит, проповедует в духе учительных книг Ветхого Завета. Таких, как притчи, такие, как псалтирь, книга Иова. И вот в этих книгах учительных многие исследователи выделяют, и святые отцы, конечно же, выделяют вот это учение о двух путях. Путь добра и путь зла. Путь истины и путь неведения истины. Соответственно, та же мысль звучит в этих книгах, что Бог не лицепрятен, Он невзирает на лицах, тогда как здесь, на земле, всегда есть искушение попасть под чью-то протекцию. Земную. Земного царя, земных людей, не только. Силы, своего таланта и так далее. Как будто это что-то значит пред Богом. Но вот это искушение предлагает бегать апостол Лаков сегодня. Сказал так по-славянски, по-русски будет убегать от этого искушения. Бог не взирает на лица. И нам нужно подражать, веруя, в Господа слава нашего Иисуса Христа. Ибо если в собрание, буквально по-гречески, «экклессия», которая есть в свою очередь калька, от еврейского синагоги, «собрание», буквально, если в ваше собрание, то есть в синагогу, ну, в данном случае уже христианское собрание, богослужебное собрание, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, и в богатой одежде войдет же и бедный, в скудной одежде, и вы, несмотря на богатого, подсадите его к себе ближе, а бедного, вы, так сказать, проигнорируете, то вы поступаете неправильно. Не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Действительно, в собрании церковном все наши земные регалии не имеют значения. Не важно, кто ты. Пред богом все равны. Поэтому не нужно воздавать честь кому-то более того, чем он заслуживает в глазах бога, прежде всего. И бог взирает на лица человеческие. Именно на сердце, а не на внешние заслуги. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мир избрал бог быть богатыми верой, наследниками царствия, которые он обещал любящим его? Здесь он говорит, конечно же, о сложившейся на тот момент практике, что большинство христиан в Иерусалиме и за его пределами это были люди низшего сословия. И здесь он говорит о том, что действительно видит, что действительно является реальностью его времени. Сегодня мы не можем взять и искусственно перенести это на сегодняшний день, потому что многие-многие разного достатка люди являются, так сказать, последователями Господа Иисуса Христа, верующими христианами. Начиная от самых богатых, заканчивая самыми бедными. Поэтому Бог избирает всех. Но на данный момент, на момент написания данного послания, апостол, и этим нам очень интересен этот текст, апостол говорит о той ситуации, которая была в его время. «Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды?» Здесь тоже не нужно обобщать, здесь нужно говорить о, прежде всего, той ситуации, которая была во времена апостола Иакова. Гонение на христиан. Богатые жители Иерусалима, приверженцы иудаизма, они как раз-таки преследовали христиан. И вот об этих гонениях, которые санкционированы, очевидно, людьми властными, обладающими большой властью в Иерусалиме, для которых христиане были как еретиками в их понимании, так и нарушителями правопорядка в глазах оккупационных властей римских и так далее. А эти богатые люди не хотели терять своей власти в Риме. Поэтому они гнали. И вот он говорит, с одной стороны, вы их привечаете в ваших собраниях, но, с другой стороны, большая часть из них вас гонит. Поэтому вы поступаете не только нелогично с точки зрения божественной, но еще и с точки зрения простой человеческой формальной логики. Итак, если вы исполняете, если вы привечаете человека, исполняя заповедь, золотой закон, правила Священного Писания, возлюби ближнего как самого себя, то хорошо поступаете. Но если вы делаете с лицеприятием, то поступаете дурно и во грехе оказываетесь. Ибо Писание заключает всех под грехом, неважно, прелюбодей ты или убийца. Если ты убийца, но не прелюбодей, то все равно ты преступил закон. Поэтому апостол Иаков говорит о том, что вот именно нравственный закон, что касается десяти заповедей, мы должны блюсти. Если мы где-то согрешаем в одном, то мы преступники всего закона. Итак, апостол призывает нас сегодня быть бдительными и не жить лицеприятно, не смотреть на лицо человека. В том смысле, не смотреть, сколько звездочек у него на погонах, как у него украшен его крест, и в дорогих ли он одеждах. Или же наоборот, бедный он и неприятный нам человек внешне. Поэтому Бог смотрит на сердце человека прежде всего. И мы должны смотреть так же, уподобляясь в этом смысле Богу, как и призывает нас сам Господь Иисус Христос. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Будем стремиться к этому совершенству со смирением, понимая, что источник совершенства не мое введение, а Божья премудрость. Будем стремиться к этой мудрости. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его страницы обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч.